О господи! Не может быть! Это может быть Дима! Лаки, отдай! Лаки, отдай! Это может быть Дима! Лаки, стой! Черт, отдай! Отдай, Лаки, отдай! Всем привет, ребята! С вами снова я, Королева Мистика! Это значит, что сейчас будет самое страшное видео на всем русскоязычном ютубе. Друзья, сегодня со мной снимается моя собака Лаки. Лаки, немецкая овчарка, иди ко мне, Лаки, сидеть! Голос! Хо, девочка, молодец! Вот она и поздоровалась с вами, наконец-то, друзья! Она помогает мне всякими мистическими этими вещами! Она любит их искать, и если вдруг что-то пойдет не так, обязательно Лаки поможет мне. Вот, кстати, она что-то уже учуяла Лаки, чует нечисть, так же, как и любое животное. Собака очень сильно чувствует нечистую силу, и она ей жуть как не нравится. Она может ее отбукнуть. Давайте соберем на этом видео 10 тысяч лайков. Я знаю, вы сможете скоро, уже скоро, совсем скоро. У нас будет 500к подписчиков, друзья, сегодня в этом конверте находится 500 штук баксов. 500 баксов, это очень дорого, потому что за это мы заплатим зелье долговязой лошади! Ура! Вы, кстати, давненько-давно меня просили, я играла как-то в экстремальные прятки с долговязой лошадью. Да, здесь, именно на этой мистической земле, пропитанной мистике. А почему, ребята, кстати, в одном из видео я своих рассказывала, потому что здесь недалеко есть дом ведьмы. Ведьма, которая прокляла каждый уголок этой земли, и призраков так и притягивает сюда. Это будто бы магнит, поэтому я и купила здесь землю для того, чтобы построить огромный дом мистики, которого ни у кого нет. Потому что никто не решится построить самый страшный дом на всем белом свете, друзья. Ну ладно, не будем оттягивать, прямо сейчас мы закажем зелье долговязая лошадь. Эгзи! В общем, я не знаю, почему она стоит 500 долларов, потому что, как бы, герои Маша, Эгзи и Медведь Эгзи стоили там около 2000 долларов, только дорого. А долговязая лошадь, создание самой жуткой Тревора Хендерсона, всего лишь 500 баксов. Но я надеюсь, что страшнее от этого, менее страшнее это не будет видео, потому что сама по себе долговязая лошадь очень страшная. Если вы не знаете, как она выглядит, это такая длинная белая шея, на которой так реденько-реденькие черные волосы, а вместо ее лица без кожи просто череп лошади. Череп, ребята, просто пустой череп. И это реально очень страшно. Посмотрим, как будет выглядеть зелье долговязой лошади совсем скоро, потому что я отнесу деньги на наш дом мистики, дом на дереве. И через пару часов менеджер, как только я ему отправлю то, что денежки уже на месте, менеджер должен будет принести сюда это самое проклятое зелье. Обычно мы оставляем деньги на этом месте. В этой глуши никто не заберет мои денежки. Ну и 3 часа, в принципе, это достаточно для того, чтобы обменять деньги на зелье. Мы подождем, надеюсь, вы тоже. Итак, ребята, зелье уже здесь. И вот оно. Посмотрите, какая прикольненькая новая бутылочка. И мне уже не терпится открыть и посмотреть, какую страшную этикетку наклеили на зелье долговязой лошади. Лаки, как ты думаешь, что там? Лаки, голос, голос. Да, да. Там какая-то плохая штучка, да? Нехорошая? А как ты охраняешь? Охраняй. Охраняй. Охраняй, Лаки. Охраняй меня. Хорошо. Охраняй. 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 От зелья. Охраняй. Скажи мне, пить его или нет? Лаки, пить или нет? Лаки, мне кажется, вообще все равно. Но, кстати говоря, в трудную минуту, если вдруг, когда мы, помню, вызывали духов, на меня кто-то напал. Она так яростно меня защищала. Джейсон Юрхис. Ааа, это было очень круто. Да, на меня напал, по-моему, Джейсон Юрхис или кто-то, тут и монахиня была, и все, и лаки их лаем своим испугало. Они практически меня уничтожили. Это действительно было страшно. Так, ладно, друзья, сейчас отправимся в наш дом из дерева, дом-призрак, где очень-очень дом индустрирустических вещей. И прямо там откроем это зелье долговязой лошади. Итак, друзья, давайте уже откроем и посмотрим, что внутри. Лаки, не прыгай. Сиди вот рядом, вот здесь, и помогай. Так, что внутри зелья долговязой лошади. Да, посмотри, это этикетка долговязой лошади, друзья, как я и говорила, это череп, зубы и черные ряденькие волосы. А само зелье желтого цвета, как моча. Лаки, ты пачкаешь мне джинсы, ты можешь сидеть здесь рядом. Ладно, ребята, я вижу, что Лаки не терпится сидеть. Ну-ка, давай понюхаем. Что, не понравилось? Это зелье тоже Лаки не понравилось. Это же долговязая лошадь, это же косточки, которые любят собачки, но нет. Друзья, ладно, сейчас мы будем пробовать это зелье долговязой лошади. А хотя, нет, пусть Дима его пьет. Ты хочешь мне дать попробовать? Держи. Чего ты? Погоди. Итак, ребята, Дима пьет зелье долговязой лошади. Давай, 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 молодец, молодец. Еще, еще, еще. Тихо, ну ты хоть что-то выпил, ты что все выплевал? Давай еще, еще давай. Давай, 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 давай. Хорошо, почти полбутылочки. Ну, как ты себя чувствуешь? Можешь выходить. Ребята, сегодня Диму выпил зелье долговязой лошади. Дима, Дима, сразу, ребят, Диму сразу тошнит. У меня сразу все кости болят. Кости болят, а почему? Ну, а еще что, ну, какие ощущения? Чего ты? Плохо. Ребята, я не знаю, походу, Дима уже так быстро превращается в долговязую лошадь. Так, тебя сильно тошнит, слушайте, ну, чтобы он совсем не травился, сейчас я пойду водички принесу. Дим, будь здесь, сейчас я быстро. Ребята, где-то надо найти воды. Сейчас. Дим! Сейчас, ребята. Так, хорошо. Налить водички. Ему в стакан. Так, где-то чайник. Черт. Вот вода. Сейчас я ему налью, ребят. Дим! Ты где, Дима? Дим, ты где? Я несу тебе воды. Блин, походу, я не успела, ребят, походу. Дима превратился в долговязую лошадь. Черт, где его теперь искать? А? Что это? Дима, ты там? Я даже не слышу какую-то... Лаки, что это? Лаки, что это? О, черт, Лаки, иди ко мне! Лаки, ко мне! О, господи! Не может быть! Это может быть Дима! Лаки, отдай! Лаки, отдай! Это может быть Дима! Лаки, стой! Черт, отдай! Отдай, Лаки, отдай! Отдай! Черт! Это череп... О, господи! Это череп долговязой лошади! Лаки, нельзя! Лаки, нельзя! Господи, откуда он здесь? Черт, Лаки! Лаки, нельзя! Вдруг это Дима! Лаки! Вы слышите? Это долговязая лошадь! Она что, без головы, ребята? Черт, кто-то стучит Вы слышите этот звук Дима, Дима, это ты? Ребята, не может быть, Лаки нашла Череп долговязой лошади Посмотрите, это просто жесть Обалдеть Дима Черт Я не знаю, что делать У меня в руках череп долговязой лошади, ребята Это просто жесть И Димы нигде нет Дима Дима, пожалуйста Мне нужно поймать его, ребята Для того, чтобы закрыть его Хотя бы вот в этом доме мистики Чтобы он не выбрался Ладно, я положу сюда этот череп И пойду искать Диму Лаки, Лаки, щи Диму Лаки, щи Диму Лаки, Лаки, нельзя Нельзя брать череп, Лаки, нельзя Лаки, нет Она просто не разрешает мне Нет, Лаки Нет Так, нужно убрать этот череп Куда-нибудь подальше Чтобы Лаки его не достала Ладно, оставлю его здесь Дима Я, кажется, что-то видела Там, за домом Ребята, я видела Долговязую лошадь По-моему, я видела ее Она где-то здесь Рядом с домом Дима Ребята, нам срочно нужно поймать Эту долговязую лошадь Иначе она может убежать И что-то может произойти Хотя, как писали, она безобидная Дима Или, точнее, долговязая лошадь Черт Ребята, Дима реально превратился в долговязую лошадь Ладно Так, мне нужно его поймать И закрыть, пока он не убежал куда-нибудь Чтобы зелье перестало действовать Черт Он как будто Так, вот она, ребята Так, остановись Так, блин, как сделать Лошадка Долговязая лошадь Блин, я не могу ее поймать никак Она слишком быстрая Ребята, что она сделала? Слушайте Она здесь Может быть, какая-то нужна приманка для лошади Я не знаю Черт Ее нет Ребят, блин, я не знаю, что делать Мне необходимо Срочно необходимо поймать Эту лошадь Чтобы Заточить ее Пока Дима не придет в себя Пока зелье не перестанет действовать Не может быть, ребята Вы это видите Долговязая лошадь Прямо здесь Рядом с нашим домом Мистике Черт, Дима реально превратился в долговязую лошадь И это очень страшно, ребята Просто посмотрите Невероятно Так как она кружится Это самое страшное существо Тревора Хендерсона Которое я только видела Друзья, это реально долговязая лошадь Господи, черт, как страшно Блин, как же мне ее поймать Как же мне ее поймать Черт, у меня уже какая-то лопушка Мне нужно что-то придумать Я не знаю, что уже где придумать Она куда-то исчезла, ребята Лаки, ищи Ищи Диму Где долговязая лошадь Ищи Лаки, ищи Дима Черт, ребята Вот она Снова вижу ее Господи Это реально долговязая лошадь Но я не знаю, как к ней подобраться Потому что она слишком быстрая И она слишком страшная Мне реально страшно Ребята, что же делать Я просто не знаю Господи, она Открылась Я не знаю, где искать Возможно, она в лесу Дима, пожалуйста Дима Господи, он должен как-то владеть Владеть собой, что ли Я не знаю, хотя бы немножко Чтобы я смогла его поймать Но у него ничего не получается Черт Ребята, вы видели? По-моему, там за деревом кто-то есть Черт Нам нужно бежать в лес скорее Ребята Мне кажется, я видела долговязую лошадь здесь в лесу А, черт Она где-то здесь Черт Ребята Долговязая лошадь прямо перед нами Дима Не может быть, я не знаю, как ее называть Или долговязая лошадь Это реально она, ребята О, Господи, не может быть Это реально долговязая лошадь Лаки, посмотри на нее О, черт Она как будто бы не живая Эй Ладно, ребята Мы поймали долговязую лошадь И прямо сейчас Я должна ее буду заоткрыть в доме мистики В доме призрака Чтобы она никуда не сбежала Чтобы она снова не стала живой Я ее там спрячу Пока Дима не придет в тебя И не превратится обратно В того, чем он был О, черт, ребята Причем, видите, такая она страшная Длинная Это реально Просто какой-то скелет Осталось совсем чуть-чуть до дома мистики Дима, потерпи И еще я должна ее закрыть Черт, ладно Сейчас что-нибудь придумаем Дима Я надеюсь, что ты в порядке Не переживай О, мой гад Какая же она страшная Черт, мы должны как-то это все закрыть Сейчас, чтобы она не выбралась Черт, господи Нужно это все закрыть Чтобы она никогда не делалась Я буду здесь, пока Дима не превратится Снова в себя О, ребята Это реально было страшно Ладно, подождем Часика два обычно После этого О, зелье перестает уже действовать Дима, ты в порядке? Дима, как ты? О, наконец-то Можно выпустить Диму Дима, выходи Дима, ну вот так вот Отлично, держи Слава богу, ребята, с Димой все в порядке И ты был, Дима, вообще прикольный Прикольный Этой долговязью лошадью А потом я тебя поймала Ты был словно скелет, это было очень круто И очень страшно, я надеюсь вам понравилось Всем до новых видео, всем пока